Транспортная реформа стала основной темой встречи проекта «Открытый город». Глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков 4 часа отвечал на вопросы жителей юго-западного района. Репортаж Татьяна Леонтьевой. Свободных мест нет ни в рядах, ни в проходах. В ДК Салютаншуак задать вопрос о транспортной доступности хотел каждый. Одна из основных проблем – отмена 49 маршрута. Он соединял северо-западный и юго-западный районы. Вместо него два троллейбуса – 17 и 22. Интервал движения в час пик – 10 минут. В остальное время – 20-25 минут. Людей это не устраивает, не получается. Вот кто-то выходит, например, на маршрут и 49-й был спасительным. Тогда надо или автобус какой-то дополнительно пускать с Чапаевского. Что-то нужно делать. Один троллейбус – это четыре автобуса малой вместимости. Если вы ждали микроавтобус 3-5 минут, то здесь мы предлагаем подождать 10-15 минут. Если нужно сокращение интервала по троллейбусам, то в какое время удобное для вас? Для того, чтобы мы в это время выставили большее количество троллейбусов, если есть необходимость. Много вопросов и по другим маршрутам. Я прошу поднять руки тех, кому с юго-западного надо добираться в центр. Весь зал. Всему залу надо добираться в центр. Каждый день. Я езжу до колхозного рынка. Затем мне приходится выйти и дойти до остановки Мирлуксор. А там я сажусь опять на общественный транспорт и еду на работу. Да, действительно, в день я теперь трачу по 80 рублей на проезд. Почему нельзя вместо этих маршруток просить такой же большой автобус, который будет возить с моей конечной остановки до конечного пункта моей работы? Алексей Ладыков ответил, пускать большие автобусы по старым маршрутам экономически невыгодно. Замеры пассажиропотока показали, что большую часть времени они будут ездить полупустыми. Однако с отменой маршруток здесь, похоже, поспешили. Вопросы, в которых мы ошиблись, мы готовы обсуждать, готовы корректировать, готовы принимать другие решения. Проблема в Садовом. С утра весь транспорт перегружен, дети не могут доехать до школ. В микрорайоне должен был работать второй автобус, но перевозчик отказался от контракта. Пока на этом маршруте мы поставили автобусы малого класса. Но по частоте посмотрим сейчас. Мы буквально позавчера приняли решение, поставили вот эти автобусы. Если по количеству проблем действительно существует, увеличим пока. Увеличим до того момента, пока на этом маршруте не появятся автобусы большого класса. Мы сейчас разыграем новый конкурс, определим перевозчика. И летом, наверное, там будут автобусы большого класса, типа Лиазов. В микрорайоне запустят новый троллейбус. Десятый соединит Садовый и Железнодорожный вокзал. Оплатили за пять троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Завод-поставщик немного сорвал нам график поставки, поэтому на сегодняшний день ожидаем запуск маршрута в январе. Другая тема. Многие водители из-за сокращения маршрутов остались без работы. При этом на новых не хватает 150 человек. Почему тогда наши водители, у которых такие серьезные проблемы не идут к ним, с такими маленькими зарплатами работали 6-8 тысяч, а теперь они не идут на 25? Так в чем проблема? Так эта проблема искусственно создана. Нет этой проблемы. Сегодня питерская компания готова принять. Идите, устраивайтесь. На встречи жители вносили свои предложения. Первый объединить с 7-й и 22-й автобусные маршруты. Без пересадки можно будет добраться на Максима Горького. Второе. Пустить по маршруту 60-ка троллейбусы. Каждые обещали рассмотреть и сделать выводы. Этим займется инициативная группа горожан и представителей столичной администрации. Татьяна Леонтьева, Павел Редков. Республика.